Добрый день, я рада всех приветствовать. Но почему мы выбрали эту тему? Вы знаете, мы все видели, что 22-й год, шоки. Мы быстро оправились, быстрее, чем мы сами ожидали, чем многие ожидали. 23-й год, очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста, и, конечно, всем их хочется сохранить. Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями. И поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями. У нас было в нашей стране, в нашей экономике было много шоков, богатая история, к сожалению, на это. И в 2008 году, и в 2014, и после пандемии происходило событие, включались антикризисные меры, мы задействовали резервы, которые накапливали, и вроде бы потом возвращались в исходное состояние. Но сейчас все иначе. Дело в том, что происходят серьезные изменения и в мире, и у нас. Если говорить о мире, то налицо фрагментация. Мы перестраиваемся на новые рынки, новая логистика, затруднения в трансграничных платежах. И, конечно, это создает новую ситуацию. Плюс к этому рынок труда, дефицит рабочей силы, на это жалуются уже три четверти предприятий. И поэтому, на наш взгляд, важно изменить подход от тушения пожара к тому, как мы отвечаем на долгосрочные вызовы, как мы работаем с ограничениями на долгосрочное развитие. И на вот такое перманентное структурное изменение экономики нельзя отвечать просто антикризисными мерами, задействованием резервов. Это переосмысление приоритетов, на мой взгляд, и перераспределение ресурсов. Ну вот в том числе и в бюджетные решения по изменению политики, на мой взгляд, примеры этого. И есть вещи, которые были ограничениями и до последней ситуации. Но мы просто с ними не работали. Почему? Потому что в хорошие времена, когда у нас конъюнктурные доходы, мы это откладывали, а когда кризис, было не до этого. И поэтому ключевые вещи, связанные с эффективной защитой прав собственности, с ростом производительности труда, с демографией, они никуда не делись. И говоря об ограничениях, я бы выделила сейчас три типа ограничений. Они взаимосвязаны. Это рабочая сила. Ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем. И рост может быть только за счет производительности труда. А производительность труда – это технологии. И для нас ограничение – это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. И для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе и в финансовом секторе. Конечно, на эти вопросы есть очень простые ответы, но, как и большинство простых ответов, на мой взгляд, они ошибочны. Это напечатать денег, раздать дешевые кредиты, и будут и технологии, и инвестиции, и производительность труда. Но я думаю, что на эту тему мы еще затронем. Спасибо.